Еще раз приветствую всех на вебинаре тест-драйв системы бизнес-аналитики Loginom. Меня зовут Александра Смирнова, я являюсь бизнес-аналитиком в компании BI-Consult. Со мной сегодня моя коллега Наталья Пушкарева, собственно, она будет проводить сегодня вам презентацию системы Loginom. Простите, прошу прощения. Со стороны Loginom, сегодня с нами Алексей Рустамов, генеральный директор Loginom Company. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас вкратце расскажу вам о компании BI-Consult, кто мы такие, да, и чем, собственно, занимаемся, почему сегодня представляем вам данный вебинар. Не хотят у меня переключаться слайды, вот, переключаются. Компания на рынке с 2009 года и на протяжении всех 13 лет, собственно, мы занимаемся тем, что внедряем в компанию систему бизнес-аналитики. Для внедрения нам, соответственно, требуется написание технического задания, проектирование будущих систем, построение озер данных или полноценных ДВХ, да, если это необходимо в рамках проекта, техническая реализация, обучение конечных пользователей, команды разработчиков, да. Этим всем, собственно, весь этот пул функциональности мы предоставляем сами, самолично, да. С информацией о нашей компании можно познакомиться на нашем официальном сайте Data Finder. Здесь вы найдете не только информацию о компании, но также продукты, которые мы разрабатываем, платформы, на которых мы производим эту разработку, да, какие предоставляем услуги. Также мы подготавливаем учебные курсы, да. Для этого у нас существует целый учебный центр. Его сайт мы отдельно сейчас вам скинем в чатик, чтобы вы могли ознакомиться. Здесь есть актуальное расписание, цены, возможность зарегистрироваться на обучение. Курс по лоджиному у нас сейчас находится в разработке. С ним более, да, детально и с более актуальной информацией можно узнать у наших менеджеров. Тоже, опять-таки, контакты мы вам сейчас предоставим в общем чате. Ну и, в общем-то, все, что я хотела вам сейчас рассказать о нашей компании. Передам слово нашим коллегам из компании «Лоджином» для презентации самого продукта. Так, коллеги, видно мой экран? Все нормально? Да, все видно, все отлично. Хорошо. Давайте я пару слов расскажу. У меня будет такая небольшая вводная презентация, а потом я передам слово коллегам из «Биоконсалт», которые покажут уже решение практической задачи. Но так как на этом мероприятии не все знакомы с лоджиномом, то я расскажу, что это из себя представляет. Прошу, прощения, перебью, почему-то пропала презентация. Попробуйте еще раз расшарить экран. Секунду. Да, наверное, стоило отметить вот эти организационные моменты. Большая просьба к участникам. Не трогать никакие инструменты рисования, демонстрации экрана, попытки включить связь. Да, и тоже важный момент надо было отметить. Я забыла совсем об этом. У нас помимо функционала чата, в котором, собственно, мы скидываем информацию и ведем с вами приветствие, например, есть отдельный блок «Вопрос-ответы». Он гораздо более удобный. Давайте договоримся о том, что все вопросы вы будете писать туда. Это будет гораздо комфортнее всем и удобнее, в том смысле, что не будет пропущен ни один вопрос и будет возможность более оперативно производить ответы на них непосредственно в чате. Прошу очень сильно отключите инструмент рисования. Мы, к сожалению, на данной площадке вебинар.ру не можем отследить, кто делает это, и не можем, собственно, вам помешать. Поэтому, пожалуйста, очень просим того, кто сейчас занят этим баловством, прекратите, дайте нам провести вебинар. Большое вам спасибо. Вы сейчас видите, да, экран презентацию? Нет, экран презентации пока не видим. Попробуйте еще раз запустить. Сейчас видно? Да, сейчас видно, все отлично. Вот сейчас видите, да? Да, 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 отлично. Все, спасибо. Надеюсь, так и останется в ближайшее время. Давайте продолжим. Да, спасибо. Спасибо. Значит, так как не все знакомы, я расскажу о самой платформе, что это из себя представляет и зачем она нужна. Вот. И расскажу ее, ну вот, с ориентацией вот на ту задачу, на тот пример, который вам чуть попозже будут показывать. Наша компания, вот, жена, мы занимаемся анализом данных уже давно, больше 25 лет, и, собственно говоря, только на этом деле и специализируемся. Вот. Мы российская компания, сейчас это важно. Вот. И тоже наш продукт подходит под понятие, там, импортозамещения, так что с этим тоже никаких особых проблем нет. Да. Теперь перейдем, собственно говоря, к самой задаче. Когда речь идет о BI каком-то инструменте, понятно, что люди в конце концов хотят увидеть отчеты, всякие графики, дашботы, это все понятно. Вот. Но при этом все, кто занимались когда-либо анализом данных, они могут вам подтвердить, что до отчетов и дашботов надо еще дожить. Да. Потому что в большинстве случаев информация расположена в разных местах, она не так собрана, есть проблемы с тем, что она плохого качества, не связанная, вот, хочется дополнить ее дополнительными какими-нибудь данными, рассчитать, может быть, какие-то сложные атрибуты и так далее, и так далее. Вот. И точно, как бы, это известно из практики, да, что когда речь идет про решение любой аналитической задачи, 80% времени уходит не на визуализацию, а на сбор, организацию данных, систематизацию, очистка, связывание и прочее, и прочее. Я понимаю, что людям это вроде как не очень интересно, они хотят, чтобы сразу увидеть красивые дашботы, понятные, сразу делать какие-то выводы, но как бы жизнь так не устроена. Сначала информацию нужно обязательно собрать. И это совершенно нетривиальная задача. Вот за много лет нашей работы я еще ни разу не сталкивался с тем, что информация, которая бы подавалась на вход, была хорошего качества. Там всегда есть, всегда есть проблемы. Ну, того или иного качества. Чем больше у вас источников, по большому счету, тем больше у вас проблем. И тут есть еще один нюанс, связанный с тем, что, казалось бы, есть продукты какие-то, есть данные, давайте сейчас сядут разработчики, они будут там что-то переделать. В общем, звучит это классно, и разработчики, наверное, много чего могут сделать, но по факту, если вы посмотрите на то, как выглядит ситуация, ситуация, ну, какова ситуация, практически во всех компаниях, там везде картина маслом одна и та же. То есть разработчики перегружены просто выше крыши решением текущих каких-то задач, у них проектов и проблем на сто лет вперед, они ничего не успевают, а бизнес-пользователи не могут программировать, они хотят, они в основном пользуются Excel, они хотят получать какую-то, ну, разного рода информацию, необходимую для принятия решения. Вынуждены обращаться, вводить и платами, нормально, быстро ответы получить не могут. В общем, один негатив, и каждый решает задачу, как может. Есть даже такой термин, называется теневой IT, когда бизнес-пользователи не смогли что-то сделать нормально, вот потому что у IT-шников до них не дошли, да, там вот разработчиков, и они начинают подручными средствами решать ту или иную задачу. И это все возникает не от хорошей жизни, вот, и хочется сделать так, чтобы, ну, таких проблем было, ну, по возможности поменьше. И, собственно говоря, вот ЖДО – это инструмент как раз для решения вот этой вот проблемы дня снятия, вот этой вот боли, да. Это low-code-платформа, которая позволяет людям, которые разбираются в предметной области, и больше, как бы, в большей степени для них инструмент является скорее Excel, да, они или с него начинали, или постоянно им пользуются, чтобы они могли почти без программирования проводить различную сложную аналитику. Ну, неспоста, это называется low-code, потому что, по большому счету, ну, не получается совсем избавиться от кодирования, ну, по крайней мере, у нас не получается, мы не знаем, как это сделать, может быть, вообще ни у кого никогда не получится. Вот, но это не означает, что невозможно вообще решать задачи, совершенно спокойно их можно решать, и огромное количество задач вы сможете решить прямо там, не перетягиваясь к вариатуре, и это будет показано и на сладких, и потом продемонстрировано, что, на самом деле, очень много задач можно совершенно спокойно вот так вот решать, да. Значит, и как это выглядит, то есть это звучит хорошо, давайте, чтобы самостоятельно что-то люди делали, а выглядит это следующим образом. Вот то, что вы видите на экране, это и есть, собственно говоря, low-code-платформа Lajno, которая, ну, в значительной степени закрывает задачи, например, ETL, да, построение ETL-сценариев, подготовки данных для визуализации, кстати, визуализация тоже имеется, но один из важных аспектов, собственно говоря, сбора-подготовки самих данных. Это все проектируется вот так вот визуально, да, можно собирать, как видите, вот из различных источников, и логика тут достаточно простая, что данные идут вот по этим стрелочкам, на выходе получается, ну, в какой-то результат, как видите, все это, как бы, ну, такой визуальный. Кстати, это все работает в браузере, так что кроме браузера вам ничего не нужно, да. Вот, так как мы говорим про, ну, BI, да, то 100% возникает проблема извлечения информации из различного рода источников, вот же он поддерживается, то есть много источников, ну, там, Excel, база данных, при помощи прямых драйверов, от DBC, там, напрямую, в кривую, в общем, со всеми этими делами все нормально работает. Кроме того, еще есть поддержка 1С, это для России актуально, ну, потому что это очень популярный источник данных. То есть все это дело можно извлекать из этих источников, можно загружать в эти приемники данных. То есть это все тоже уже встроено. Третья штука – это трансформация данных. Ну, хорошо, мы получили данные, после этого мы же с ними должны что-то сделать, это подвести там группировку какому-нибудь, посчитать какой-нибудь показатель, проанализировать эти данные, может быть, какие-то математические методы применить, в общем, подготовить и т.д. и т.п. и в конце концов все это дело загрузить куда-куда-то, в какой-то приемник данных, который будет, собственно говоря, потом в будущем визуализироваться. И вот это вот, когда настраивается этот процесс, это, собственно, и есть ETL, процесс Extract, Transform and Providing, то есть извлечение, трансформация и загрузки данных. Его можно запустить как в пакетном режиме, ну, допустим, там ночами, ночами или там раз в неделю, или раз в час, в общем, у кого как это будет настроено, это все дело тоже можно сделать, и можно еще это делать по требованиям. То есть вызвать какой-то веб-сервис, это тоже можно сделать, и тогда вот в момент обращения, в момент дергания этого веб-сервиса будет выполнена некоторая процедура, некоторый процесс подготовки и загрузки данных. Еще одна важная штука, уже находящаяся немного за рамками ETL, но очень важная, это возможность накопления бизнес-экспертизы. Смысл тут вообще достаточно простой, что в подавляющем большинстве случаев в проектах одни и те же блоки регулярно повторяются. Вы выдергиваете информацию из одних и тех же источников, что-то там преобразовываете. В общем, почти всегда это повторяется. Но не бывает так, чтобы каждое ваше действие, связанное с анализом данных, каждый раз было уникальное и новое, потому что это же определенный бизнес-процесс, и значит регулярно повторяющиеся вещи. И идея лоджинома очень важная заключается в том, что если есть какие-то вещи, которые повторяются, то их можно превратить в такие же кубики, можно сказать, стандартные кубики, и пользоваться ими. То есть вы просто будете перетаскивать, и вместо того, чтобы каждый раз писать какую-то логику, бросить кубик, подойдите на вход стрелочкой данные, скажите, рассчитай мне, проведи мне АВС-сегментацию. И, собственно говоря, это будет произведено. Можно получить готовые компоненты, есть готовые решения, можно самостоятельно создавать. Еще одна важная вещь – это возможность интеграции с веб-сервисами, потому что очень часто как раз с BI-системами тоже интеграция идет через веб-сервис. Это вообще такой стандартный способ взаимодействия, через SOAP или через JSON. Вы с этим так или иначе постоянно столкнетесь, даже если об этом не знаете, потому что телефонный мобильный обращается постоянно через веб-сервисы, всякие банковские системы, все подряд практически обращаются через веб-сервисы. Тут же прелесть заключается в том, что это все дело можно реализовать вообще без кодирования, просто буквально щелкнули, получили данные, на правую кнопку нажали, у вас веб-сервис готов. Таким образом, можно получать из множества источников, а также предоставлять многим источникам эту информацию, тем же самым каким-то BI-системам. Еще один важный момент – это ОЛАП. На этом выступлении будет много уделено внимания, потому что вообще, хотя в Ладжином есть множество свойств в визуализации, самое популярное, конечно, это ОЛАП, это сводные таблицы, соответственно, поддерживаются все операции, которые есть в этом ОЛАПе, размещение, произвольные группировки, графики и прочее. Но на самом деле есть и другие способы визуализации, просто я по опыту могу сказать, что ОЛАП популярнее всех. Так как Ладжином это все-таки продвент аналитика, я понимаю, что большая часть действий, которые делаются в процессе ETL и подготовки данных, это обычные группировки, расчеты какие-то, это нормально. Но при этом Ладжином поддерживает, что он член, например, машины обучения. То есть, если необходимо, можно построить модели, прогнозировать что-то или сегментировать и подобные вещи делать. Есть большой блок по очистке при обработке исследований данных, это важная вещь, с этим будете постоянно сталкиваться. А также много внимания уделяется обработке больших объемов данных за счет всяких технологий, типа параллельных вычислений, ленивых вычислений, мемори вычислений, ну и прочим способам макеширования различным и т.д. и т.п. То есть, это все нормально работает. Но это по поводу самой платформы, как функционала платформы. Платформа, в принципе, разворачивается где удобно. Сейчас это тоже стало актуально. То есть, раньше люди, честно говоря, не доверяли облакам, но сейчас, мне кажется, степень недовария еще увеличилась, потому что у некоторых даже отключались облака облачной сервисы без предупреждения. Но при этом в ладжиноме нет никаких проблем, вы можете оставить на настольную версию, просто на компьютер, персональный, на ноутбук. Можете установить у себя в компании, на своих серверах, либо, если хотите, в облаке, часто в Яндекс.Облаке, либо в любом другом облаке. Просто в Яндекс.Облаке это уже готовый есть сервис. Ну и немножко скажу по поводу системных требований. Системные требования, как видно на экране, они небольшие. То есть, в принципе, на любом, даже средненьком сервере, даже слабеньком сервере, все будет более-менее нормально работать. Если сервер будет достаточно хороший, то ладжином очень хорошо утилизирует ресурсы, поэтому будет быстро все обрабатывать. Но даже на слабом сервере это тоже будет функционировать. Значит, ну и последняя штука, о которой я хотел бы сказать, это обучение. Вот коллеги говорили про обучение, и я полностью согласен с тем, что это крайне важная штука, потому что какой бы ни был там хороший, прекрасный инструмент, это все равно ничего, инструмент сам по себе ничего не может решить. Надо обязательно повышать квалификацию, понимать, как это все дело используется. И мы стараемся сделать так, чтобы использование было как можно более простым, но это не означает, что оно тривиальное. Все равно это все-таки не совсем уж такая простая штука, чтобы можно было вообще ни о чем не думать. Поэтому есть курсы, но это курсы, которые говорят про азы вещей, связанных с лоджиномом, как с платформой. У коллег есть еще дополнительные курсы, по которым тоже будут еще готовиться, по которым тоже можно пройти дополнительное обучение. То, что касается самого лоджинома, я вам все рассказал. Если у кого-то есть вопросы, я готов ответить. Если нет, то я передам моим коллегам из Гайк-Консалт, чтобы они продолжили и продемонстрировали уже вживую. У нас в блоке вопросов есть два вопроса. Давайте. Если бесплатная версия для десктопа, какие у нее ограничения? Да, давайте на него отвечу. Да, смотрите, на сайте лоджином есть редакция, называется лоджином комьюнити эдишн. Это бесплатная версия. Заходите, скачивайте ее. Нужно просто заполнить анкету, и вам придет ссылка на почту с редакцией. Это настольная версия. У нее нет просто серверных разных фич, потому что это просто настольная версия. Но, в принципе, никаких особых ограничений у нее нет. Вы реально можете на настольном компьютере залить 10, 20, 100 миллионов записей, и это все будет нормально работать. Основное ограничение комьюнити эдишн, что он предназначен для некоммерческого использования. Мы рассчитываем на то, что для коммерческого использования пользователи будут покупать лоджином, но для некоммерческого можете совершенно спокойно скачивать, обучаться, показывать или пробовать что-то делать. Кстати, я сейчас буду в этой некоммерческой версии работать, проводить демонстрацию. Да, так что пользуйтесь. Это вполне себе полнофункциональная вещь. То есть нет ограничений на время работы, объемы данных. То есть сколько железка потянет, что ко мне будет обрабатывать. Второй вопрос. Не планируете ли вы портировать сервер на Linux? Да, это такой важный вопрос, особенно в свете нынешней ситуации. Это делается прямо сейчас. Это вообще конкретно в нашем случае, особенно в связи с их интересом к импортознамещению, это у нас вообще задача номер один. Мы на самом деле остановили развитие функционалового джинома по всем направлениям, потому что перевод на Linux стал очень важным. Вся наша разработка переключилась на работу по переводу на Linux. Работы уже очень много сделано, и этой осенью выйдет версия лоджином сервера под Linux. Она выйдет уже в этой осенью, и на лоджином D об этом будет рассказано. А клиентская часть, так как это браузер, она работает сейчас, если хотите, в том числе и под Linux. Так, третий вопрос. Есть ли интеграция с LAP кубами, то есть подключение к имеющимся? Нет, LAP строится у лоджинома внутри, то есть на вход подаются плоские таблицы, и с ними можно проводить любые операции, любые действия, а LAP, вот эти вот манипуляции и создание LAP создаются внутри, на лету. Последний вопрос на данный момент. Это какой язык программирования используется для запросов? Для запросов? Ну, вообще в Lajinomi поддерживаются два с половиной языков программирования. Поддерживается, можно писать, так как это все-таки лоукод платформы, то есть можно код тоже писать, можно это делать на Python, можно делать с JavaScript, или можно использовать SQL. Я поэтому говорю два с половиной, потому что SQL это все-таки такой неполноценный язык программирования, это такой язык запросов скорее. Но SQL, Python и JavaScript поддерживаются из коробки. Тогда переходим к демонстрации. Сейчас буквально, простите, перебью буквально на секунду, еще раз напомню организационный момент, что все вопросы мы задаем в блоке «Вопросы». Все вопросы, написанные в блоке «Чат», останутся неотвеченными. Коллеги, подскажите, пожалуйста, мой экран видно? Да, отлично. Итак, цель нашего вебинара – это показать весь процесс от загрузки до обработки данных, чтобы после вебинара у вас сложилось понимание по эффектуре данного решения, алгоритма внедрения и минимальному порогу вхождения для специалистов. Для того, чтобы продемонстрировать работу системы, у нас есть кейс «Fashion Evolution». Это вымышленная компания по дистрибьюции одежды и обуви. В данной компании есть заказчик Михаил, это владелец данной компании, и необходимо просматривать отчетность о деятельности. И так как Михаилу не хотелось бы тратить очень много времени на создание отчетов, он думает, как можно оптимизировать данный процесс, чтобы активнее развивать бизнес, ну и чтобы оставалось свободное время. Всю информацию, которую ему интересно смотреть, он условно разделил на две группы. Постоянно Михаил хочет быть в курсе. Какие продажи у компании за произвольный период и с начала года, насколько прибыльная компания, идет ли рост компании по сравнению с прошлыми периодами, и какова средняя скидка по товарам на конкретную дату. Также время от времени Михаил хочет детально анализировать продажи, чтобы находить новые возможности для роста продаж и прибыльности компании. Например, какие 20% заказчиков приносят 80% прибыли компании, какие страны наиболее перспективны, какова средняя скидка по продажам и так далее. В качестве источников данных у нас выступает три типа файлов. Это Access, Excel и XML файлы. Мы предполагаем, что у Михаила мало времени, чтобы разбираться с данными, и ему нужно просматривать уже готовый результат в виде отчетов, потому что его задача управлять компанией. И стоит учесть, что не все руководители обладают навыками аналитика или разработчика, поэтому составлять отчеты для руководителя будет специалист. Минимальные навыки аналитика для работы в лоджином это понимание, как связывать данные и производить с ними расчеты. Также хорошо поможет знание Excel, потому что в лоджином есть похожий функционал, я его позже продемонстрирую. Ну и бонусом будут знания SQL. Вот это необходимый минимум. Требования к конечному пользователю, то есть непосредственно к руководителю, который будет просматривать эти отчеты, ну они практически нулевые, то есть знания ПК. Этого будет достаточно. Данный кейс у нас здесь реализован в два этапа. У нас будет подготовка и связывание данных в первом сценарии, который у меня сейчас открыт. И во втором сценарии у нас будет обработка данных и составление уже отчетности для руководителя. Давайте коротко расскажу о работе с платформой и перейдем уже к демонстрации подключения данных. Итак, платформа Лоджином представляет собой визуальный конструктор для создания сценариев обработки данных любой сложности. Собственно, сценарий – это то, что сейчас у нас открыто на экране демонстрации. Все действия с проектом Лоджином осуществляется в рамках пакета, который является минимальной единицей поставки и представляет собой контейнер для компонентов в сценарии подключений. Сценарий – это главная составная часть модуля и представляет собой последовательность шагов по обработке данных. Шаги задаются узлами из стандартных или произвольных компонентов. Собственно, узлы – это вот эти небольшие пиктограммы. Также есть порты – это способ коммуникации между узлами. есть входные и выходные порты, соответственно. Помимо выполнения сценариев в интерактивном режиме, есть еще вариант исполнения в пакетном режиме. И суть его заключается в том, что сценарий запускается без интерфейса, результатом является манипуляция с входными данными. Это преобразование, передача и выгрузка. Также вот эти узлы можно обучать, переобучать. И эта функция используется для узлов, основанных на сложных вычислениях, то есть это нейросети, регрессии, классификации, кластеризации и так далее. Переобучение особенно необходимо в тех случаях, когда набор данных изменяется и требуется перенастроить модель на новых данных. Итак, первый этап нашей задачи – это подключить данные. И сначала мы настроим подключение к файлу Аксесса. То есть он у нас уже есть, но я покажу вот отдельно, как можно реализовать второй вариант подключения данных. Для этого мы сначала создаем подключение. То есть вот идем в сценарий. Вот у нас сценарий, вот эти объекты, и также есть еще отдельное подключение. Вот видно, что у нас уже есть готовое подключение Аксесс. И есть еще вот подключение XML-файла. Вот сбоку у нас есть типа подключения, мы выбираем необходимый, добавляем его сюда, показываем путь к файлу. Собственно, вот все разработало. Далее возвращаемся к сценарию. И теперь нам нужно это подключение добавить. Добавили подключение, и после к нему нужно добавить компонент, то есть узел базы данных. Добавили. Соединяем через порты. Теперь нужно настроить данную базу. Есть два варианта. Первый вариант. Это можно вручную вот так перетащить все сюда, добавить, там выбрать. Ну, у нас на экране вот есть по отдельности эти базы, по табличке. А можно все вместе, чтобы вот так по отдельности не добавлять, время не тратить. если вы хорошо знаете язык SQL-запасов, это можно реализовать гораздо проще. Для этого мы выбираем SQL-запас. И у меня он уже есть готовый, потому что я не очень люблю SQL. Добавляем запас. Можем нажать «Предпосмотром», как он будет работать. То есть посмотреть данные вообще, корректно ли у нас написан этот запрос, все ли нас устраивает. Нажимаем «Далее» и выполняем. Все, он работает зелененьким, все подключилось, все работает. Далее подключим Excel-файл. Excel-файл подключается вообще очень просто. Мы его перетащили и показали путь. Тут можно производить манипуляции со строчками, допустим, исключить пустые строки. И есть еще такой полезный функционал, что лоджином автоматически определяет тип полей. То есть вот определил дату, там строковые, целочисленные и так далее. Но при необходимости это, естественно, все можно поменять. Также, если нам какие-то столбцы не нужны, мы можем галочку подключать ну и поубивать. вот так же все работает. Также у нас есть еще третий тип, это XML-файл. К нему подключение настаивается аналогично так же, как SESU. Мы сначала добавляем подключение и из компонентов добавляем XML. Также связываем узлы, идем в настройку, показываем путь. Задаем корневой элемент. Тут тоже можем поставить галочки на необходимую, но в данном случае мы выберем все. Также все работает. вот так легко и просто можно подключить необходимые файлы. Это была демонстрация, они нам не особо нужны, мы будем работать с уже добавленными готовыми. В данном сценарии мы файлы подготавливаем, то есть мы их собираем и объединяем в ладжином Data File. И далее во втором сценарии мы будем уже работать непосредственно вот с этим файликом. Переходим во второй сценарий. то есть в первом сценарии мы сформировали данные из разных источников с помощью join-ов и в конце получили вот нужный набор необходимых нам данных. На выходе у нас Loginom Data File. И вот эти подготовленные файлы мы получаем с помощью компонента узел-ссылка. Он позволяет получить результат обработки другого узла, который может находиться за пределами текущей подмодели. То есть здесь ее нет, мы просто тянем вот с другого сценария. И в отличие от компонента выполнения узла, узел-ссылка не принимает входные данные и может применяться только в качестве источника данных из других узлов. Теперь перейдем к обработке данных. Все основные преобразования делаются с помощью трансформации, которую можно выбрать вот сбоку слева здесь. То есть группировка, дополнение данных, то есть все необходимые изменения. Все выполняется в формате drag and drop, то есть мы просто перетаскиваем необходимый элемент, так же, как вот добавляли узлы. И производим расчеты с данными. Вот мы зашли в подмодель. И первый компонент у нас дата и время. Сейчас я запущу. Идем в настроечки. здесь мы преобразовываем дату, выбираем нужные компоненты из имеющихся. Поставили галочки того, что нам то, что нужно. Все. Следующий компонент это калькулятор. С помощью узла калькулятора мы считаем необходимые для отчетов значения. В данном случае тут скидка. Здесь находятся поля, которые мы можем выбирать. То есть вот эти. Вот слева разноцветные. Посередине у нас список функций, которые мы можем применять. Собственно, вот тот функционал, который очень похож на Excel, который я упоминала ранее. Если мы нажмем на какую-нибудь функцию, какую-либо, то у нас в правой части экрана появятся подсказки, что эта функция выполняет. Тут можно не писать вручную, можно нажать, и оно все перенесется. следующий узел у нас это группировка. Здесь мы все это сгруппировали и посчитали среднюю скидку. Так, вернусь назад. Здесь мы можем применять различные другие вариации. Помимо среднего можно максимальное и минимальное значение посчитать и так далее. Здесь калькулятор аналогично тому, что показывала ранее здесь. С сортировкой я думаю все понятно. Выходим из-под модели. давайте тогда посмотрим, как у нас выглядят отчеты. Не сюда. Вот. Мы перешли, грубо говоря, в визуализацию. Я о визуализации чуть позже еще поговорю более подробно. вот эта визуализация это реализованный ответ на вопрос, который был в кейсе, но вообще визуализируются практически все узлы, которые мы выполняем. То есть мы можем посмотреть визуализацию промежуточных шагов расчета в той же, например, подмодели. Но так как их очень много и они не все нужны для руководителя, в большинстве с вами они в принципе это не особо нужны, разве что для аналитиков, когда необходимо ослить какую-нибудь ошибку, там промежуточные какие-то шаги посмотреть для поиска ошибок и неточностей. Теперь вернемся, поговорим более подробно о визуализациях. Вот я озвучила ранее вопрос про 20% заказчиков, которые приносят 80% прибыли. По умолчанию здесь указано общее количество заказчиков по Бразилии. Тут подписано вот. И для того, чтобы показать именно эти 20%, которые приносят 80% прибыли, нам нужно немножко настроить фильтр. Для этого мы нажимаем вот здесь этот значок. выбираем сумму, задаем условие. Это у нас будет доля от общего значения, а значение это у нас 80%. Соответственно, мы считаем, кто нам приносит 80% от 100. Все отфильтровали и у нас уменьшилось значение. Ну, и вот у нас появилась какая-то пустота. То есть диаграмма перестроилась, вот осталось что-то непонятное. Скорее всего, в этих данных, в этой пустоте подразумевается что-то вроде внутренних продаж. Вот мы сейчас про фильтр их убьем и посмотрим. Вот смотрите, все сразу перестроилось, появились еще другие магазины и убрались отрицательные значения. То есть вот эта пустота, это либо перемещения товара были, либо внутренние продажи, то есть то, что сразу в данных не очевидно. То есть тут это более-менее наглядно показано. То есть это можно отследить. Давайте перейдем к другому отчету. А, кстати, по поводу визуализации. Можно изменять их тип. То есть мы можем нажимать, посмотреть, выбрать, какая для нас более удобная и наглядная. Вот список. Ну, вот стандартная столбчатая. Вернемся, ждем продажи компании за произвольный период. Сейчас визуализацию сделаю побольше. Здесь у нас есть drilldown. То есть если вы обратите внимание, когда я нажимаю вот здесь на ячейки, диаграмма перестраивается. Также мы можем посмотреть детализацию данных. То есть если мы выберем какую-либо ячейку, ну, допустим, посмотрим, почему у нас такие большие отрицательные значения, и нажмем на вот этот компонент наверху. То есть нажимаем. ну, и вот у нас появилась детализация. Можем отследить, откуда появились цифры. То есть отфильтровать, например, отсортируем по убыванию. Заставим точнее. Вот смотрим. Тут у нас какая-то очень странная прибыль в минус. Ну, и дальше исходя из этого уже можно отслеживать дальше разбираться в данных, а вот почему вот эти вот ботинки во Франции приносят нам такие отрицательные значения. Также хочу обратить внимание, что тут есть очень удобный функционал экспорта в Excel. Причем вот как у нас будет открыта вот эта вот табличка, так он и экспортирует. То есть у нас сейчас детализация скрыта, и вот в таком вот виде он ее экспортирует. Но если мы откроем, например, что-нибудь даже поменьше выберем, в принципе без разницы. Допустим, экспортируем вот эту открытую часть детализации. Нажмем Нажмем Сохранить. Ну и собственно как она была открыта в лоджиноме, так он ее экспортировал. Это удобно в том случае, если мы хотим на чем-то заострить внимание, что у нас в этом блоке что-то не так. Ну и отправить допустим аналитику на поверку. чтобы сразу он не выгружал полностью весь детализированный огромную простыню, мы выбираем только необходимое открыли, выгрузили. Все удобно. Теперь наверное перейдем к кубам. Я наверное на секундочку отвлекусь, посмотрю вопросы на втором экране. Вопрос практически все отвечены в чате. Все, тогда возвращаемся к построению кубов. Подемонстрирую, как можно создать куб. Вернемся в сценарий. Зайдем в параметры полей. Тут у нас уже есть готовый куб. Нам нужно построить свой. вот здесь у нас есть визуализатор, в который мы можем добавить. Вот здесь удобное перемещение между уже готовыми визуализаторами они выносятся на вот эту панель. Добавляем визуализатор куб. Все происходит в формате drag and drop. То есть перетаскивание. Заходим. И давайте добавим например посмотрим по менеджерам. Добавляем менеджеров. По странам. Ну чтобы поищеную посмотреть в объем по годам. Здесь добавляем факторы. если нам нужна визуализация нажали на диаграмму вот она построилась. Ну так как тут значение отрицательное понятно что диаграмма соответствующая. Если мы хотим поменять тип визуализации точнее не тип визуализации тип отображения у нас отображается по менеджерам да по каким городам они продают. Но если мы вот так же перетаскиванием поменяем их местами соответственно у нас все перестроилось. то есть теперь у нас страны если мы их раскроем то у нас уже детализация по менеджерам идет. Собственно это весь основной функционал на который стоит обратить внимание минимально необходим и достаточный для работы. Вот конечно я не буду рассказывать о построении нейронных сетей и так далее это более все сложно и мы наверное не уложимся в необходимое нам время. покажу еще инструмент который называется качество данных. Тоже очень удобная и полезная для аналитика вещь. Данный инструмент показывает какие могут быть основные проблемы вызывающие снижение качества данных. Например пропущенные значения дубликаты аномалии отсутствие полноты данных какие-то ошибки ввода или нарушения структуры нажимаем рассчитать статистики и программа показывает в общей сводке на что стоит обратить внимание количество проблем какие виды и что вообще со значением и если мы нажмем перейдем в соседнюю вкладку дискретной допустим нажмем на выбросы у нас покажется детализация то есть а почему так а где и это все мы также можем отследить мы можем их сортировать все у нас перестра здесь также можем применять сортировку также тут есть еще очень удобное отображение гистограмм то есть вот мы смотрим в каком столбике сосредоточены все данные основное количество то есть тут в категории прочее очень много данных при наведении у нас появляется всплывающее меню с подсказками вот тут в категории полиру вот 140 в принципе в остальных примерно такое же количество идентичное но категория прочего вот наглядно видно что она больше всего с остальными типами соответственно все так же вот на гистограмме можем также посмотреть во вкладке неприемлемент тут аналогично будет что у нас в значении где-то есть выбросы посмотреть отследить а почему так возможно где-то в данных у нас есть ошибки соответственно такие ошибки и выбросы иногда имеет смысл так поверить потому что некоторые из этих проблем могут быть критичными в том смысле что они блокируют работу аналитических моделей алгоритмов то есть пропущенные значения нарушения структуры и так далее другие например дубликаты или противоречия не нарушают работу алгоритмов но порождают некорректные результаты анализа в принципе по основной демонстрации у меня все передаю это слово коллегам из Ладжином возможно они что-либо дополнят давайте я теперь подхвачу коллега показала что может делать эта платформа но надо понимать что это ее прямо самый-самый базовый функционал потому что возможности намного больше но мы хотели вместе показать что даже неопытным какому-то специалисту можно совершенно спокойно проводить нормальную аналитику обращаю ваше внимание что за все время демонстрации функционала фактически не надо было ни разу не притягиваться к клавиатуре все это было сделано мышкой перетаскиванием и таким образом все это работает хорошо поэтому мы вам очень рекомендуем попробовать этот инструмент вы не пожалеете если пощупаете его то гоняйте свои данные возьмите самую бесплатную версию все это дело протестируйте но если будут у вас какие-то сложные задачи то конечно надо будет обращаться к специалистам потому что когда речь идет о решении сложных задач вопрос не в самом инструменте инструмент он удобный быстрый сейчас проблем с ним нету но тут скорее нужно понимать методологию нужно понимать что такое качество данных или как правильно строить прогнозы или таким образом правильно подавать данные и все прочее да кстати вот вы это хорошо сделали перешли на эту панель это немножко было пропущено что тут идея же еще в чем заключается в том что когда аналитик строит какой-то сценарий он там настроил спроектировал что-то еще делал а потом он может вот некоторые узлы конечные вывести вот на такую панель которую вы видите на экране и предоставить ее руководителю или своему коллеге и этому человеку если он будет пользоваться серверной версией и обычно таким образом дается право только на просмотр отчетов они вот все эти сложности не видят они не видят сценария ничего они заходят выбирают нужный отчет этот отчет автоматически в фоновом режиме выполняется и дальше они могут играться с этим отчетом то есть поменять они в нем ничего не могут но не то что поменять в нем они не могут поменять исходные данные потому что данные рассчитаны по какой-то ну правильной согласованной логике но зато могут крутить с этими данными как хотят поэтому таким образом можно подготовить для разных категорий подготовленная для анализ-продаж это отдельная папка отдельная папка там еще есть несколько папок отчеты для разных для разных категорий вот можно вот так вот спокойно между ними переключаться и смотреть то есть эта штука конечно это не дашь бот потому что до этого наверное нужно использовать отдельно но согласитесь что тех возможностей которые есть может быть уже будет достаточно даже в плане визуализации а уж в плане подготовки и так далее я думаю что он продукт перекроет функционал очень многих конкурирующих инструментов в принципе это все что мы хотели сказать если у вас есть какие-то вопросы да мы еще готовы ответить задавайте кстати хотела бы дополнить по поводу обучения хочу заметить что есть огромное количество понятной полезной документации бесплатных видео на ютуб канале есть прям куча очень классных обучалок которые можно смотреть и прям вот по ним работать просто там фоном их включать и в них встроить данные все достаточно просто то есть ну да я там вообще не не кодила за исключением SQL запроса но это был как вариант того что вот было реализовано в сценарии там несколько отдельных табличек как это можно было связать одно если вы знаете SQL как это было бы удобнее и быстрее вот в принципе кстати скажи сколько у вас времени ушло на изучение с нуля я думаю что это такой показатель будет показатель ну да ну с тем учетом что я уделяла не все время этой платформе занималась еще и работой ну около недели может меньше вот это вот фактически примерно так оно и есть уходит где-то когда человек только начинает знакомиться если он вот буквально там по ходу дела что-то делает он за неделю уже может разобраться и в принципе выдавать достаточно приличные результаты понятно что тут нету космических кораблей прогнозов скоринга это непростые задачи но вот собрать информацию показать вообще вот буквально достаточно изучить несколько базовых вещей как перетаскиваются кубики как подаются данные по стрелочкам на вход как они даются на выход в принципе все и с этого уже можно начинать и закрывать огромное количество задач это собственно говоря одна из идей вот этого демократизации аналитики сил сервиса аналитики сделать так чтобы все-таки много людей могли самостоятельно решать задачи а не грузить эти департаменты или ждать разработчиков потому что это сложно тяжело дорого и к тому же все равно задач будет намного больше чем программисты в состоянии их закрыть вы же сами все пользуетесь Excel постоянно потому что удобно вот вам причина единственная мы считаем что наша цель сделать так чтобы сложная нетривиальная аналитика стала массовой удобной доступной чтобы планка входа была настолько низкой насколько хватит наших сил и знаний кстати опять хочу обратить внимание что вот этот весь функционал он у меня на бесплатной версии то есть я также зашла на сайт лоджином заполнила маленькую анкетку и скачала файл вот весь функционал в принципе наглядно виден тут есть несколько вопросов мы сейчас наверное на них ответим или как мы поступим да надо вот на неотвеченные ответить возможно еще какие-то будут немножко подождем давайте пока то что есть отвечу там я или мои коллеги отвечают да ответим давайте сейчас так да вот есть быстрый быстрый старт так что если хотите быстренько изучить пожалуйста посмотрите ну тут вот роман шапков пишет что мышка неудобна и долго но это на любителя но я имею ввиду что если вас подлечает больше там хардкодинг самостоятельно что-нибудь писать ну тогда пишите что я могу сказать но таких людей не очень много все-таки люди в основном ленивые они хотят что-нибудь быстренько сделать и еще к тому же надо иметь ввиду что если у вас есть код какой-то написан лоджином уже поддерживает тот же самый python javascript этот код можно вставить при желании но это на самом деле я как бы не сторонник того чтобы перестараться переубедить романа потому что одним давится одно одним давится другое но в целом я уверен что как бы более простые вещи будут более востребованы по простой причине что люди не хотят тратить свое время на изучение сложных вещей но вот никак вы их не заставите у них много проблем без этих кодирований поэтому они все хотят сделать проще и я уверен что 95% людей выведут самый простой способ решения задачи даже кстати если он не самый идеальный то есть простота это прямо очень важно теперь понимает ли ETL-коннектор и портирование в Oracle Greenplan поддерживает ли потоковые компоненты на лету или целевое подсеронирование отличается от исходного ну вообще это в лоджином не заложено вот другое дело что когда вы используете компоненты импорта из баз данных то импорт и экспорт он старается брать большими пачками и класть туда пачками то есть задача работы с базами данных решается но вот именно портирования как World Greenplan этого насколько я знаю нет я про это как бы не слышал вот значит ну вроде тут больше вопросов я не вижу да вот тут вот вот тут вот тут вот тут сказано да что человек запоминает 10% того что слышит и увидит и 70% что делает вообще классная мысль вот поэтому тоже отвечали что у нас есть да кстати у нас на сайте есть еще помимо всего прочего вот эти примеры когда я имею ввиду ролики документации все такое но есть еще такой раздел называется дима примеры вы можете зайти туда прямо на сайте Лоджином и прямо скачать прямо живой дима пример либо щелкнуть и многие из этих примеров прямо у нас на сайте работают то есть даже ничего ставить не надо так что я посторонний того чтобы люди щупали все своими руками и сторонний того что пробовали решать прямо реальную практическую задачу то есть возьмите реальную задачу попробуйте решить я вас уверяю это будет это будет не так не так сложно Спасибо большое. У нас тут еще есть три вопроса в блоке вопроса. Давайте я вам зачитаю. Там уже отвечали на этот вопрос, но Сергей Перепелица хочет уточнений. Он спрашивал на MacOS, можно ли работать? Мы ему ответили, что настольной версии нет, а серверной нет проблем. Он спрашивает про версию на Linux и спрашивает с помощью каких-то сред. Это можно как-то реализовать? Когда будет готова версия, выйдет версия на Linux, я говорил, что это выйдет этой осенью, ее можно будет использовать в контейнерах и со всеми другими вещами, которые обычно используются в операционной системе Linux. Так что с этим проблем не будет. И еще одна штука, которая, я думаю, тоже для многих имеет значение, это Луджном будет работать под любую версию Linux. Там и по Альт-Линукс, Астра-Линукс, но вот те, которые там российские редакции Linux, потому что Луджном не использует никакие вещи, привязанные к конкретным сборкам Linux. То есть самые-самые базовые вещи используются. Работа с памятью, с диском, который в ядре Linux, в ядре ядре Linux используется. Поэтому с любой версией Linux будет работать, в контейнерах, со всякими докерами, потом ничем, тоже все это делают. Это и сейчас работает, и на Linux тоже будет работать. Отлично, да, наверное, это то, как раз, о чем спрашивал наш слушатель. Другой вопрос. Константин Пенизин спрашивает, есть ли возможность интеграции с SAP? Ну, через OData можно интегрировать, через RedService можно интегрироваться, и с базами данных можно. Но вот мы не получали, нам не удалось получить какой-то API SAP, и если будет, то мы с удовольствием строим интеграцию. То есть, например, интеграция 1С есть. Почему? Потому что это просто есть открытая API документация, и, собственно говоря, в соответствии с этим была сделана, ну, с учетом этой документации было сделано, а SAP как бы технически сложно получить техническую документацию, не предоставляет. Но, насколько я знаю, многих наших клиентов SAP используются и ведут через базы данных, через Fiverr, либо через сервисы, ну, через веб-сервисы. Все, отлично, спасибо. Последний пока вопрос в блоке вопросов. Николай Новик спрашивает, с каким объемом данных система легко справляется, а с каким объемом данных нужны будут какие-нибудь ухищрения, например, агрегаты? Ну, да, это правильный вопрос, потому что надо понимать, что когда говорят, что работаем с любыми объемами данных, это не совсем так, да, потому что все равно есть ограничения. Другое дело, что с некоторыми можно прямо легко из коробки сделать, вообще не надо напрягаться, а с некоторыми придется помучиться. Но вот лоджином очень хорошо утилизируют ресурсы, то есть, если есть достаточно памяти или процессоров, то вот вы можете взять и на настольной версии, там, загрузить, там, 10 миллионов, 100 миллионов записей, я вас уверяю, это будет спокойно работать. Не надо верить ни на слово, просто скачайте и загрузите, и вы убедитесь, что это работает. Когда данных становится больше 100 миллионов, да, где-то, наверное, и когда еще памяти уже недостаточно, тогда надо разбивать на пачки и подобные вещи делать, и это лоджином тоже имеется. То есть, можно прямо, есть готовые сценарии, кому интересно, когда можно кусочками читать, кусочками обрабатывать, но это вот в стиле, как вот там MapReduce, например, работает. Но это уже такие, все-таки, уже сложности, да, такие, но это все системы поддерживаются. Но, в принципе, лоджином вообще одна из самых быстрых лоу-код платформ в мире. То есть, реально, вот сравните по скорости, с кем хотите, вот, джином будет там, если не первым, то одним из первых точно. В том числе, потому что мы все пишем достаточно низкоуровнево, и прямо там сами управляем памятью, сами лезем к данным, то есть, вот, все делаем там настолько низко, насколько возможно было бы этому, производительность просто, вот, некоторые продукты конкурирующие обходят прям просто, нельзя там, два, три, пять раз, то есть, прям просто капитально. Но я вам все-таки рекомендую пощупать. То есть, смотрите, резюме такое, что Zoom изначально с большим объемом данных обрабатывает, и почти всегда ограничение, скорее, память, оперативная память и ядра. Вот, но мы на нашем опыте есть прецедент, когда мы обрабатываем, не знаю, там, сотни миллионов записей, в общем-то, на одном сервере, тоже вообще все вполне решаемо. Вот, а когда использовать несколько серверов или классов, ну, там уже можно вообще очень много обрабатывать. Надеюсь, я ответил. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание. Да, спасибо большое, что пришли на наш вебинар, надеюсь, понравилось. Обращайтесь к нашим уважаемым партнерам Био-Консальту, они вам покажут, расскажут много чего интересного, как из этого всего извлечь пользу. Качайте бесплатный продукт, тоже играйте, сами пощупайте, убедитесь, что это все дело, на самом деле, все работает честно, быстро и удобно. Большое спасибо. Надеюсь, демонстрация была полезной. Всем хорошего дня. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok